Друзья, всем привет! На связи ITDoc. Добро пожаловать на мой канал. Купертиноцы 10 апреля выпустили новую прошивку iOS 15.7.5 для пользователей старых iPhone, которые не могут обновиться до iOS 16. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового в iOS 15.7.5 и зачем ее нужно устанавливать. Буду благодарен, если поддержите меня лайком и подпишитесь на мой канал. Готовы? Тогда поехали! Да, ребята, заходите в наш телеграм, ссылку смотрите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем с техникой Apple. Найти iOS 15.7.5 можно в настройках, основные, обновления ПО. Понять, что новая прошивка направлена на исправление ошибок, можно по ее размеру. В зависимости от устройства размер составляет около 200 МБ. Ну а что же такое исправили в iOS 15.7.5? iOS 15.7.5 содержит исправление проблем в безопасности операционной системы iOS. Из-за которой злоумышленники могли получить доступ к вашим данным. Примечательно, что о некоторых уязвимостях в iOS компании Apple сообщили конкуренты, сотрудники Google. Apple по традиции настойчиво рекомендует установить этот апдейт и указывает, что в нем были закрыты уязвимости, которые активно используются хакерами. Первая уязвимость iOS Surface Accelerator могла позволить приложению выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Она могла проникнуть на iPhone через любую безобидную программку из App Store. Также устранили уязвимость WebKit, которая могла позволить предоносному веб-содержимому выполнять любой код на вашем iPhone. Таким образом, новая iOS 15.7.5 исправляет определенные критические ошибки предыдущей прошивки и содержит свежие патчи безопасности, которые помогут защитить ваш iPhone перед хакерскими атаками. Ну что ж, надеемся на добросовестность разработчиков. Других изменений в iOS 15.7.5 не наблюдается. Возможно, вы что-то заметили самостоятельно. Напишите в комментариях. Лично я уже успел себе накатить новую прошивку iOS 15.7.5. Проблем особых не заметил. Что касается автономности, говорить пока еще рано. А если вы заметили некорректную работу вашего iOS устройства, поделитесь в комментариях. Вот такая она iOS 15.7.5. Пожалуй, на этом все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok